Здравствуйте! Очень рад вас всех здесь видеть. Пару слов о себе. Я одновременно являюсь младшим научным сотрудником в Геологическом институте. В тот же момент я выпускник, в этом году выпускаюсь из Московского государственного университета, преподаватель геологической школы в прошлом. Сейчас я вам расскажу о нашей планете, о сложных процессах, протекающих внутри нее, как эти процессы проявляются на поверхности, как образуются различные формы рельефа. Хотел заранее обговорить то, что я буду стараться объяснять очень просто, максимально просто, поскольку аудитория, как я понимаю, какая-то может быть частично знакома с геологией, какая-то может хорошо знает, либо вообще ничего никогда не слышали. Но если у вас будут какие-то вопросы, поскольку материала я буду рассказывать много, если у вас появятся какие-нибудь вопросы, сразу задавайте их. У нас будет и в конце время, но если у вас что-то вот прям будет крайне непонятно в конкретный момент, поднимайте руку, я постараюсь ответить, потому что не будем отплатить это на конец лекции. Вот, собственно, наша планета, тоже работает, да? Наша планета очень сложная, очень необычная, поскольку на ней проходит очень много процессов. Меня нормально слышно? Все слышат? Хорошо. На ней протекает очень много разных процессов внутри нашей планеты и на поверхности. Мы будем говорить в основном о тех, которые происходят внутри Земли, поскольку поверхностные процессы, процессы различного ветривания, которые имеют очень важное значение при формировании рельефа, но вот мы сейчас будем говорить только про внутренние процессы, которые являются только первоисточниками, основными в механизме образования самых глобальных структур. И так получилось, что в основном тектонические процессы, да, вот слово тектонические, то есть это процессы, связанные с литосферными плитами, они в основном проявляют себя в океанах. И в большей степени мы будем говорить именно про океаны, хотя континент, конечно, тоже затронем. Собственно, наша прекрасная планета Земля. Теперь поговорим о том, собственно, как формировалось представление людей о внутренних процессах Земли. Сначала, да, первые идеи были, что Земля плоская, стоит там на трех китах, или там на трех слонах оттенок черепах, идеи были разные. Это были первые идеи. После этого все же появились более осознанные, более сформулированные идеи. Первые были, в принципе, называются они нептунические и плутонические. Это идеи, затрагивающие, ну, они преобладали в Древнем мире, то есть там в Греции, в Риме. Все очень просто. Люди делились на тех, кто считает, что все процессы идут от огня, а другие считают, что все процессы идут от воды. Что главный огонь, либо вода. После этого начали формироваться более научные идеи. Были такие идеи, они, в принципе, тут не в хронологическом порядке, тут просто в порядке существования различных гипотез. Была гипотеза, катастрофисты были такие, а не до сих пор. Есть люди, которые считают, что основой всех процессов, вообще главной движущей силой формирования всего на Земле являются какие-то катастрофы. Это изображение вулканов, падение метеоритов, землетрясение, цунами. Они видят в этом основу, главную основу всех, в большей части процессов. После этого гипотеза контракции и пульсационная гипотеза, они, в принципе, идут вместе. Это гипотеза контракции. Это гипотеза о том, что Земля была первоначально горячая, и по мере остывания, как любой горячий предмет при остывании, она сжимается. И таким образом образуются горы, хребты и вообще все положительные, отрицательные структуры. А пульсационная идея говорит о том, что, в принципе, Земля не только один раз сжалась, то есть не только сжимается постепенно при охлаждении, но в истории Земли были процессы нагрева и охлаждения, поэтому Земля то расширяется, то сжимается, то расширяется, то сжимается. Таким образом, объясняя образование и положительных структур различных гор, хребтов, и образование океанов, морей, И вот каких-то… Ротационная гипотеза тоже, в принципе, из названия, что все процессы… Ну, там уже, соответственно, заговорили об идеях движения материков. Все это пришло очень просто. Люди сложили очень легкий пазл. Посмотреть на контры всех материков видно, что особенно это хорошо видно в Атлантическом океане, что Южная Америка с Африкой хорошо сходится, Северная Америка с Европой Гренландии отлично сходится. Пазл был очень простой, все это понимали, и, соответственно, идеи… Дальше пытались предложить различные механизмы. Как так получилось, что все было вместе, а потом разошлось? Приверженцы гипотезы ротации считают, что все произошло из-за вращения Земли. При вращении Земли объекты на сфере начинают двигаться, и таким образом образуется Атлантический океан, и материки расходятся. Второй механизм этого образования был гипотеза расширения Земли. Тут тоже все просто. Представляете, что без объяснения механизма Земля расширяется. В принципе, глубина дифференциации – это сложная гипотеза. Идея в том, что первичная Земля была очень горячей, и происходила… Но она была достаточно однородной. Но в процессе остывания постепенно происходила дифференциация. Более тяжелые вещества опускаются вниз, более легкие всплывают наверх. В принципе, тоже простой процесс. Про два последних поговорим подробнее. Сейчас покажу вам много разных картинок. Наверное, вот так будет проще, чтобы показывать. Тут, собственно, представлены вот эти гипотезы, о которых говорил. Вот тут гипотеза пульсационная. Она постепенно расширяется, Земля образуется. А это расширяющая Земля. Вот это пульсационная сжимается, расширяется. Вот это тоже пульсационная. Ну, понятно, что, в принципе, все эти… Это все именно гипотезы. Важно. Мы сейчас будем разделять слово гипотеза и теория. Это гипотезы, потому что они не давали возможности прогнозировать. Эти все… Либо же они противоречили простым законам физики. Таким, как закон сохранения массы, расширяющий пульсационную теорию, расширяющийся Земли, что невозможно расширение Земли из того, что не сохраняется масса, да? Должна меняться плотность. А мы понимаем, что плотность Земли не меняется. Ну, в принципе, у всех этих идей гипотеза пульсационная. Непонятно, откуда бралась энергия, почему она охлаждалась, нагревалась Земля. В общем, они все терпели крах, и теории никакого полноценного научного доказательства не приводили. Вот. Вот. Соответственно, дальше важно сказать об таком ученом, как Альфред Вегенер. Вот. Альфред. Вот он тут выскакивает. Это ученый, который предложил гипотезу дрейфа материков. В свое время его он был не понят своими коллегами, как это очень часто бывает, поскольку он говорил, да, материки дрейфуют, то есть он не говорил о расширяющейся Земле, он не говорил о нагревах, там, пульсационной теории, но он говорил именно о том, что материки двигаются, но никак не мог понять, почему. И он собрал колоссальную доказательную базу этого. Он проверил и различные биологические доказательства. У него было право. Вот тут вот он собирал материки, смотрел расположение различной флоры и фауны и видел, что на соседних материках существуют эндемичные формы жизни, которые вот существуют там в Австралии и Южной Америке, сумчатые присутствуют только. Но вообще таких доказательств было очень много. Он доказал это и по ледникам, и по флоре и фауне, и по геологии. У него была огромная доказательная база, но он не мог предложить механизма. Он признавал, что все гипотезы до этого не верны, что это, ну, они противоречие закону физики. Но он никак не мог объяснить, а, собственно, почему двигаются. Не мог предложить механизмы. Поэтому, конечно, его не признали. Но со временем, на основе именно его гипотезы, была сформулирована современная парадигма теория тектоника летосферных плит, о которой поговорим чуть позже. Следующая очень долго господствующая идея была гипотеза Гео-Слинклинали. Она не предлагала механизма. Она предлагала процессы. Она предлагала, что... Говорила о том, что существует... Преобладает вертикальное движение. То есть вверх-вниз. Не было... Что горизонтальных движений практически не существует. И они сформировали так называемых фиксистов. Людей, которые придерживались вот именно преобладания вертикальных движений. После этого, ну и были, соответственно, приверженцы Вегенера, которые говорили, что нет, все движется в горизонтальной плоскости. Они называли себя мобилисты. Вообще, на самом деле, споры были очень жаркие. И надо понимать, что вот эта гипотеза... До сих пор много ученых, особенно в России, придерживаются именно гипотезы Гео-Синклинали. Вот. Хотя... Ну, несложно сказать почему. Скорее всего, это просто закалка старой школы. Вот. И в Московском государственном университете были вообще очень жалкие споры. Наши преподаватели еще учились как приверженцы Гео-Синклинали. Если бы они на экзамене своем сказали протекционный куплит, их высмеивая ставили два. Вот. И рассказывают, как практически... Как ученые в самой большой аудитории в Московском государственном университете собирались и спорили за вот, кто прав, мобилист или фиксист. И чуть ли не до драк доходило, когда академик, уважаемые профессора спорили просто до боли в горле, кричали, что вот нет нашей идеи права. Вот. Собственно, про тектонику плит мы поговорим чуть дальше. Сначала надо сказать про строение Земли. Мы должны все по пункте. Как устроена наша Земля? Вот здесь вот простая картинка, красивенькая. Тут посложнее как бы на самом деле, хотя на самом деле точно никто не знает, как. Вот. Ну вот это такая подробная схема, но нам достаточно будет простой, что есть земная кора, очень тоненькая, от 8 до 40 километров с иреньем, да, то есть небольшая. Общая радио Земли 6371 километра. Вот. После этого идет мантия, которая разделяется на верхнюю и нижнюю, но мы будем просто говорить, просто мантия. После этого внешнее ядро и внутреннее ядро. Самые основные, главные оболочки. Надо понимать, что вот там часто говорят про мантию, мантию. Надо понимать, что мантия твердая. Мы сейчас об этом поговорим. В масштабах человека мантия твердая, жидкое из этого всего только внешнее ядро. Собственно, такой интересный факт, как, собственно, было изучено строение Земли. Представляем, 6371 километра. Гигантское расстояние. Как было вычислено, что вот тут вот, значит, твердое, тут жидкое, тут опять твердое. Как были вообще выделены все эти оболочки? А строение, на самом деле, еще сложнее. Тут промежуточные слои выделяют, тут земная кора, тут литосфера. Оболочек намного больше, собственно, как это было выделено? Благодаря такому направлению в науке, как сейсмология. Вот первоначально во время испытаний ядерной бомбы в океанах, когда испытывали ядерную бомбу, при взрыве генерируется очень сильная волна. Волна, соответственно, устремляется в Землю и отражается от каждой границы, благодаря законам физики. Вот они преломляются, отражаются, постепенно уходя все вглубь и вглубь и вглубь, соответственно, но она постепенно теряет свою энергию по мере погружения внутрь Земли. Поэтому, чтобы пройти сквозь всю Землю, волна должна быть очень сильной. Соответственно, существуют две волны. Одна называется П-волна, другая С-волна. Это важно, потому что одна волна, это вот, если представить себе, такие детские пружинки, которые вот так вот двигаются, да, или просто пружинку, представьте себе, одна волна двигается вот так, она сжимает и разжимает вещество. А вторая волна, она как веревка. Вот как веревка. Пустить волну в веревку, как обычная. Она вот, соответственно, смещает вверх-вниз. И вот волна нажатия, которая вот эта волна, она не проходит через жидкости, потому что жидкости не сжимаемы. Есть такая вот особенность жидкости. Поэтому благодаря вот этому, вот различиям вот этих двух вол, было выявлено, что внешне, что мантия твердая, потому что в ней проходит и та, и другая волна. А внешнее ядро жидкое, потому что вот эта волна, П-волна, в ней уже не проходит. Она там теряется. А С-волна проходит. Благодаря, собственно, первоначальному ядерному взрыву, а в современности уже благодаря землетрясениям, научились использовать землетрясение для этого, очень подробно развивается, очень активно развивается вот эти направления сейсмологии. В котором в современности раньше очень поверхностно первоначально создали схемы земли, а сейчас очень подробно изучают. Мелкие оболочки уже выделяют и послойные разрезы создают. В принципе, вопрос достоверности этих данных, потому что все равно человек пока вживую не увидит, сложно поверить, что где-то там в глубине что-то там есть. Ну, волна пришла, ушла, ну, кто же знает. Но считается пока что такая вот только одна полноценно сформулированная идея строения нашей земли, это вот благодаря именно первоначальным ядерным взрывам, после этого уже землетрясениям. Теперь о теории тектоники летосферных плит. Давайте пока не уколок, никаких вопросов нет. Хорошо. Теории тектоники летосферных плит. Заметьте, уже теория. Эта теория взяла основу в гипотезе дрефе материков Вегенера, но уже она предложила механизм. Собственно, почему в 60-х годах произошел толчок и была сформулирована первоначально эта теория. В 60-х годах очень произошел резкий скачок в методах изучения нашей земли. Как всегда, наука двигается благодаря именно каким-то технологическим прорывам. И было доказано существование так называемых магнитных линейных аномалий. Сложно слово, можно не запоминать. Идея в чем, что в центре океанов, это было первоначально открыто в Атлантическом океане, вот тут вот, в Северной Атлантике, существует хребет, и он длинный. Пока не понимали его масштаба, но он просто длинный. Понимаешь, как вот длинная вытянутая структура. А на одинаковом расстоянии от нее происходит одинаковая магнитная аномалия. Что это такое? Когда лава, внутри нашей земли лава, магма, она вытекает на поверхность, застывает, она фиксирует положение магнитного поля земли. А магнитное поле земли имеет свое такое свойство. У нас вот сейчас, да, все знают, что есть северный полюс, есть южный полюс магнитный. Они раз в какой-то промежутке времени меняются местами. Происходит так называемая инверсия магнитных полюсов. И северный полюс оказывается на южном, а южный на северном. Такой процесс происходит. Именно благодаря этому процессу, кстати, такая вставочка, интересный факт. Сейчас у нас период обратной полярности. Это значит, что южный магнитный полюс находится на северном географическом. То есть, на самом деле, у нас вот южный полюс магнитный находится на северном, а северный магнитный полюс находится на южном географическом. Просто интересный факт. Мы живем в период обратной полярности. В общем, вот, и на одинаковом расстоянии от хребта, да. Инверсия или что? Инверсия – это сложный процесс, его до конца не понимают. Никто не знает, почему это происходит. Это очень сложный процесс. Надо понимать, что в принципе в геологии, как было написано в аннотации, сейчас секундочку, да, как было написано в аннотации, мы про Землю знаем мало. В принципе, магнитное поле существует благодаря каким-то сложным процессам, предположительно, во внешнем ядре, в жидком ядре. Там происходит так называемое гидродинамо. Очень сложный процесс, благодаря которому существует вот это поле. Почему инверсия? Ученые спорят, никакого нормального полноценного ответа до сих пор нет. Поэтому, к сожалению, загадка науки. Да. Чем, собственно, отличается южный от северного? Просто в направлении, вот если вы компас возьмете, в одной полярности у вас стрелка, ну, в направлении линии магнитного поля. Оно идет либо от северного поля, либо от южного к северному. То есть, либо в одну сторону идет, либо в другую. Стрелка компаса будет показываться либо на один полюс, либо на другой. И, собственно, вот эти вот линии, магнитно-линейные аномалии вдоль этого хребта, они показывают, в них породы минералы. Существует такой минерал, называется магнетит. А слово магнит, магнетит, понятно. Он, этот минеральчик, он в поле ориентируется, либо поворачивается на северный полюс, либо на южный, как компас. И, соответственно, в разные периоды времени все эти минералы внутри пород новых образований, все поворачиваются либо в одну сторону, либо в другую. Ученые достают вот эти камни и смотрят, в какую сторону смотрят вот эти вот особые минералы. И они все показывают то в одну сторону, то в другую, то в одну, то в другую. И при этом это на одинаковом расстоянии от вот этого хребта. И поняли, что вот в этом хребте образуется, что-то происходит. И с одинаковой скоростью происходит отодвигание одного блока и другого. И поэтому они все время на одинаковом расстоянии. У кого-то был вопрос в той части? Да. Подскажите, в полярности меняется как давать моменты, не можно найти на время какое-то? Это в геологических масштабах это быстрый процесс. То есть в геологических масштабах время измеряется миллионами лет. Ну а так сложно оценить, но там все равно склоняется к ста, к ста годам, к первым тысячам. Всегда по-разному. А может быть одновременно на одном полюсе и плюс-минус? Нет, 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 это сразу происходит одновременно. Оба полюса меняются местами. Они не могут находиться, не может плюс-минус находиться в одном месте. У нас все-таки дипольт, у нас плюс-минус на разных сторонах находится. Еще вопросы есть какие-нибудь? Хорошо. Хорошо. Соответственно, не хотел углубляться, но, в общем, благодаря вот этому главному открытию начался толчок продвижения, формулирования теории тектоники летосферных плит. Там было очень много других достижений. Потом поняли, что вот этот хребет, это на самом деле формулирует единый, срединно-океанический хребет, который проходит через все океаны. Он вот так вот проходит, единый хребет между материками, проходит во всех океанах. Он был открыт, все сразу задумывались, а почему так? В общем, начали формулировать теорию тектоники плиты. Тут есть такая байка. Считается, есть такая легенда, что также вот этот процесс расхождения материков был открыт благодаря тому, что в тех же годах прокладывали провод с Евразии в Северную Америку для связи. И он постоянно рвался. То есть, у него пока его проложат, потом такие оп, он рвется. И все думали, как такое возможно. Потом они сказали, вот точно, потому что материки двигаются. На самом деле это невозможно. Материки двигаются намного медленнее. И с такой скоростью они не могли рваться, но такая вот легенда ходит. Собственно, здесь вот на картинках, вот они эти литосферные плиты. Вот они двигаются, распадаются. Вот тут контуры современных материков, вот они выделены. Собственно, в рамках теории тектоники плит было сформулировано шесть главных постулатов. Первый описывал особенность движения, говорил, что они двигаются по особым законам по сфере. Второй огласил, что вся земная кора делится на блоки, как вот на блоки, которые называются литосферными плитами. Третий постулат говорил, что в принципе земная кора сложно устроена, что есть хрупкий слой, есть пластичный слой. Ну, в общем, они были сформулированы и дальше за многие годы были модернизированы. Вот тут красивые картинки, как это все двигается. Вот Северная Америка, Африка. Это, соответственно, такое представление. Тут внизу еще написано года, вот тут вот. Как будто бы как материки двигаются. Еще один важный постулат. Это, соответственно, то, что отличает тектонику плит. Это механизм. Тектоника плит объясняет, почему плиты двигаются. В рамках этой теории считается, что это происходит благодаря конвекции. Простой процесс. Все с ним знакомы. Форточку в комнате открыли, холодный воздух. Форточка находится наверху, холодный воздух заходит в комнату, опускается вниз, горячий воздух поднимается вверх. Холодный опускается, горячий поднимается. Здесь то же самое. У ядра горячее вещество, оно поднимается наверх. Наверху, пока оно поднимается, оно постепенно остывает, и потом начинает опускаться вниз. Таким образом происходит конвекция вещества. И благодаря этой конвекции, просто из-за силы трения, вот это вещество, оно медленно двигается. Человек не может это увидеть. А мы помним, что у нас мантия. Тут вот такой вот резонанс. Мантия вроде бы твердая, но она двигается. Тут важно понимать. Это происходит в рамках миллионов лет. Все-таки процессы в Земле – это очень длительные процессы. Когда речь идет о геологии, надо понимать временные масштабы сильно больше человеческой жизни. Это, кстати, один из самых главных нюансов, самых больших преград при изучении геологии, при изучении геологических процессов, изучении Земли как и таковой. И вот просто из-за силы трения между мантией и вот этой земной корой плиты двигаются в ту же сторону, куда происходит конвекция. Соответственно, если у нас… И это происходит в рамках вот этих каких-то ячеек. То есть у нас вот в этой ячейке, например, вещество движется против часовой стрелки, здесь по часовой стрелке. Это значит, что правый блок будет двигаться направо, левый блок двигаться налево. Значит, здесь будет процесс растяжения. Это плита утягивает Северную Америку, это, например, Евразию. У нас открывается Атлантический океан. Вот, соответственно, тут вот приводится такая простая аналогия с кипящей водой, двумя брусочками. Авторы этой статьи утверждают, что в домашних условиях должно все получиться. Ну, вообще, с точки зрения физики, все должно получиться. Ой. Соответственно, еще последний важный постулат. Тут вот сейчас будет много слов сложных. Мы разберем их на простом таком бытовом примере. Раз плиты двигаются, значит, ну, они в любом случае как-то взаимодействуют друг к другу, да? Они же не могут просто в пустоте двигаться. Соответственно, благодаря этому было выделено три типа взаимодействия. Плиты могут либо сходиться, либо расходиться, либо двигаться параллельно друг к другу. Мы помним, что у нас предобладает только горизонтальное движение. Вертикальных практически, ну, они по сравнению с горизонтальными несущественны. Соответственно, три типа взаимодействия. Ничего больше выдумать нельзя. Раз всего три типа взаимодействия, поэтому должны быть какой-то граничный тип границ между этими плитами. Тут есть еще одно осложнение. Выделяют еще два типа коры. Океаническую и континентальную. Они сильно отличаются по своему строению, по своему образованию и все прочее. Но нам важно лишь одно их главное свойство. Океаническая кора тоненькая, но тяжелая. Континентальная кора толстая, но легкая. Такой вот небольшой резонанс, но природа сложная штука. У них разная плотность совсем. Соответственно, океаническая кора вся молодая. Она постоянно образуется и разрушается. А континентальная кора она древняя. Она вот один раз образовалась. Она немножко меняется в результате строения. Она чуть-чуть разрушается, чуть-чуть образуется. Но глобально новые континентальные коры не образуются. В упрощенной схеме, конечно, есть особый механизм. Ну вот мы будем думать упрощенно, что как бы новые континентальные коры не образуются. Соответственно, если плиты расходятся, происходит процесс растяжения. Этот процесс называется спрейдинг. Если плиты океанические. Либо рифтинг. Либо если плиты континентальные. Ну, нам это не важно. просто такие два процесса. Спрейдинг и рифтинг. Соответственно, это процесс растяжения. Там происходит растяжение и образование новой океанической коры. Соответственно, сначала у нас растягиваются континенты, происходит рифтинг. После этого, когда континенты порвутся, вот тут вот, тут начнет вытекать магма на поверхность, застывать, у нас будет образовываться океаническая кора новая. И там уже будет процесс спрейдинга. Понятно пока? Вопросов нет? Это хорошо. Соответственно, с растяжением все. Если у нас происходит сжатие, Там тоже есть несколько типов процессов. Мы разберем один основной главный, называется он субдукция. У нас есть тяжелая континентальная кора. Мы помним, что по закону сохранения у нас объем Земли должен сохраняться. У нас Земля не может расширяться глобально. У нас не может глобально меняться плотность вещества. Соответственно, если Земля не увеличится в размерах, но у нас происходит где-то растяжение и образование нового коры, то где-то должна разрушаться старая. Соответственно, это происходит в зонах субдукции. Тяжелая океаническая погружается под другую плиту. Это может быть другая океаническая, это может быть континентальная плита. В общем, в любом случае одна плита подгружается океаническая. Почти всегда, за очень редким исключением мы по ней вообще поговорим. Это Гималай, я сразу скажу. Соответственно, океаническая кора погружается под другую, она тонет. И уходит на большие глубины. И она уже внутри Земли, на больших глубинах плавится. Таким образом происходит циркуляция вещества в Земле. Здесь у нас образуется новое вещество, выходит, образуется новая кора. Эта кора постепенно охлаждается, уходит в глубь, потом в какой-то момент тонет. В прямом смысле этого слова. Именно тонет. Плод тонет, там внизу опять плавится, опять вещество сюда приходит. И вот такая вот циркуляция вещества. Да? А бывает, когда они вот так вот, оба края поднимаются? Да, мы сейчас об этом поговорим, когда... Надо понимать, что вот океаническая кора тоненькая, да? Ей легко потонуть. То есть мы представляем, гигантская континентальная тоненькая, океаническая... Ну что тут тоненькая как океаническая? Легко уйти вниз. Когда же... Вы правильно сказали, мы сейчас об этом поговорили. Это называется процесс коллизия. Когда две континентальные плиты сталкиваются, что же происходит? Они обе легкие, они обе мощные. Одной под другую очень тяжело залезть. Да? Тогда там происходит горообразование. Коллизия, горообразование – это примерно синоним. И там вот есть одно исключение. Когда вот этот процесс доходит к крайней точке, когда вот две плиты очень сильно столкнулись, тогда одна континентальная может очень пологу уйти под другую континентальную. Тогда образуются самые высокие горы, собственно, Гималайя. Да, конечно. Вы говорили о том, что при расстежении, когда магнитный вытекает, когда вы читаете? Да. А чего, как она будет вытекать? Если вы что-то вроде вытекает, или это будет очень лягко? Ну, это достойно отдельной лекции. Вот. Она... Есть разные типы извержений. Мы сейчас поговорим немножко о извержении вулканов чуть позже. Посмотрим, где они находятся в основном. Вот. Ну, да, это извержение вулканов. Когда зачастую, если мы берем океан, то это плавное вытекание вещества. Просто вещество спокойно вытекает. Вот магма вытекает на поверхность, застывает спокойненько, без каких-то глобальных взрывов. Но есть извержение вулканов, когда глобальный взрыв. Мы об этом, может быть, чуть-чуть поговорим. Вот. Собственно, основные процессы, да? Рейтинг, который переходит в спрейдинг. Субдукция, которая постепенно перейдет в коллизию. Потому что вот в это вот, мы представляем, у нас вот тут океан. В какой-то момент спрейдинг здесь затухнет. У нас будет только субдукция. Соответственно, в какой-то момент вся океаническая кора уйдет, и два континента столкнутся. Таким образом начнется коллизия. Все процессы циклично следуют друг за другом. Вот. Тут еще есть такое важное слово, как горячая точка. Но о них мы, если успеем, поговорим. Соответственно, что же мы видим на карте? Как вся эта тектоника приедет доказывается на карте? Собственно, вот это вот, Атлантический океан. Вот он. Середина Атлантических хребет. Вот он идет в центре. Мы видим, что он практически идеально в центре. Идет Атлантический океан в этом смысле лучший пример, потому что там не происходит субдукция. Там все идеально, картинка сохранилась геометрически. Вот. И вот у нас примерно одинаковое расстояние везде от хребта до материков. А вот на этой карте, собственно, представлены изображения вулканов и землетрясения. А это, по-моему, это только землетрясения. Ну, там, где землетрясения, там и вулканы. Картинка одинаковая примерно. Что мы видим? Атлантический хребет вырисовывается идеально. Отлично вырисовываются индийские хребты. Вот это. Юго-западный индийский хребет. Центральный, юго-восточный. Там везде происходит процесс праздника. То есть, что мы видим? Абсолютное большинство землетрясений происходит на границах плит. Опять же, вот это вот место здесь вот происходит. Сейчас Африка вырезается в Евразии. Тут растут Альпы. Тут такая колье и субдукция одновременно. Вот Альпы, Кавказ, вот эти все горы. Вот тут вот Гималайи тоже основные. Вот сколько тут землетрясений. Вот тут вот. Вот это называется Тихоокеанское огненное кольцо. Вот это вот. По контуру Тихого океана. Вырисовывается граница Тихоокеанской плиты. Там происходит везде субдукция. Корреляция очевидна, да? Ну, то есть, почти все землетрясения на границах плит. Соответственно, это еще одна картинка про возраст. Ну, то есть, мы доказали, что в принципе землетрясения идеально кольерируются с идеями тектоники плит. Подтверждают ее, да? При этом, если мы посмотрим, тут практически землетрясений не на границах плит практически нет. Вот тут есть вот это, вот здесь происходит процесс растяжения сейчас. Да, отдельно какие-то точки выбивающие. Но, в принципе, глобально все идеально повторяет. Это карта возрастов океана. Если посмотреть, то самая древняя кора находится вот тут вот. Вот тут вот, вот тут самая древняя. 180-200 миллионов лет. Всего лишь то. Хотя у нас континенты есть с возрастами. Самые древние, ну, там, с особым способом датируемые. Самые древние образцы на Земле, которые были найдены, это 4,2 миллиарда лет. Породы 3,8 миллиарда лет. Самые древние. Цифры очень большие, да? Земле всего 4,5 есть. Ну, на всякий случай уточню его, считается. Есть даже какие-то, как бы, замеры 4,5 миллиарда лет, но там спорят. Вопрос точности. Вот, ну, в общем, а океаническая кора всего лишь 200 миллионов. Значит, где другая океаническая кора? Она разрушается. Опять же, подтверждается процесс субдукции. Тут сейчас попробую запустить вам фильм. Не уверен, что у меня получится. Ну, ладно, не получилось. Там просто красиво демонстрировались процессы, такая красивая анимация, как это все выглядит. Собственно, а сейчас мы с вами поговорим немножко о Гималаеве. Сейчас такая разрядочка, интересный факт. В принципе, в геологии есть, ну, было выведено законы, которые определяли, как, собственно, высоту сушу, грубо говоря. Вот. И учитывая все вот эти законы баланса вещества, там, по плотности, массе и так далее, выходило, что максимально при столкновении двух плит, то есть при коллизии, горы могут вырасти всего 4 километра. Больше не могут. А у нас здесь Гималайя 8 километров. Странно. Как такое могло получиться? Геологи долго-долго думали. И вот вам тут представлен профиль. Смотрите, вот это вот Индия. Вот тут вот, да, вот. Это вот первый хребет гималайский самый высокий. А потом ровненькое плато. Ну, это плюс-минус ровное. Тут, конечно, масштаб немножко приукрашен. Но, в принципе, ровно. В районе как раз 4-5 километров. Так как так получилось, что вот здесь 4-5 километров, а вот эти горы высоченные? Вот тут вам еще много примеров в профиле. Это разрез земли, грубо говоря. Это высота. Вот мы идем, вот это вот низко, потом резко горы, потом плато. Резко горы, плато. Вот так вот. Это Индия, вот это вот Гималайи самый высокий, а вот там тибетское плато. Как так получилось? Геологи нашли ответ. Из-за поверхностных процессов. Из-за дождя. Просто из-за дождя. Из-за того, что очень много... Знаете, когда мне об этом рассказывали в университете, я очень долго не мог в это проверить. Очень странно. Слышишь, что горы 8 километров из-за того, что на южном склоне этих гор идут очень активные дожди. Там просто много дождя, много капает воды. Вода вымывает породы, образуют глубокие овраги. Чем глубже овраги, тем просто из-за того, чтобы сохранялся баланс, вся плита немножко всплывает наверх, дождик дальше капает, делает фрес еще глубже, еще поднимается. Звучит бредово немножко, да? Есть такое. Но мы с преподавателями потратили на это 2 часа времени, чтобы все это рассчитать. Мы прям сидели, уравнение считали, и у нас все сошлось. Это правда так? Просто из-за того, что с Индией идут очень активные дожди, ветер с юга дует, сюда пригоняет огромное количество туч, они все утыкаются в горы, там происходит выпадение огромного количества воды, огромные дожди. И из-за этих дождей очень глубокие овраги. И поэтому вот здесь вот перепады высот, вот если посмотреть сейчас вот тут вдоль хребта, вот тут перепады высот 7 километров, и сразу вниз. Вот тут вот перепад 3 километра, в сумме 6 километров перепад. Там перепады высот от пика до оврага может доходить до 7 километров. И вот если мы сейчас все это сложим, у нас получится ровно 4 километра. Это просто интересный факт. Есть вопросы? Нет вопросов. Надеюсь, я понятно объяснил. Собственно, идем дальше. Как уже вы наверняка заметили, раз материки двигаются, то наверняка образуются такие вещи, как суперконтиненты. Просто по теории вероятности, периодически вся суша должна образовывать единый континент. Все наверняка, ну наверняка многие слышали о таком, как Пангея. Слышали, кто-нибудь, нет? Ну слышали про Пангею, да? Она была примерно 250 миллионов лет назад. Это вот самый последний суперконтинент. Вот тут она представлена. Ученые долго думали. Собственно, наверняка же были такие случаи еще в истории. И с помощью особых методов они реконструировали движение плит. И выяснили, что в принципе этих суперконтинентов могло быть много. И считают, что их от 4 до 8. А некоторые ученые выделяют даже 16 суперконтинентов. Есть такие ученые, которые находят, нашли много доказательств того, что может быть даже их еще и больше. Но основные самые такие, вот это Пангея. Пангея. Вот. Или еще называют Венеровская Пангея. Вспоминаем Альфреда Вегенера. Вот. Это Родиния, Колумбия и Кеннерланд. Это 4 основных, которые считают, что они правда были. Тут вот написано. Возрастает их существование, когда они были. Вот. Ну и, соответственно, возвращаясь к особенности тектоники плит, она позволяет прогнозировать. С помощью простых реконструкций предположили, что примерно через 250 миллионов лет сформируется еще один суперконтинент. Будет он называться Пангея Ультима. Ну, ее так сейчас назвали. Интересно тоже еще вот. Родиния – это от русского слова родина. И океан, то есть поскольку при каждом суперконтиненте есть еще суперокеан, условно. При Родинии был суперконтинент, который назывался Мирный, по-моему. Тоже от слова мира русского. То есть это международно принятый факт, название. В общем, суперконтинент был много разных. Вот эти, конечно, самые спорные, самые древние. Вот. Ну, кто считает, что они есть, кто считает, что их не было. Собственно, вот картинки разных. Вот Родиния, как тут подписан африканский блок. Понятное дело, что в том виде, в котором мы сейчас видим наши континенты, они были другими. Другой по форме. Потому что континенты разбивались на более мелкие блоки, по-разному соединялись, двигались, перемещались. В принципе, почти вся Пангея находилась, особенно вся вот южная часть, вот эта вся, она находилась на северном порвисе Антарктиды. Тоже была на южном порвисе практически. Иногда блоки могут делать между двумя суперконтинентами пару кругов вокруг всей Земли. Пару раз проходя через полюс. Такое тоже бывает. Иногда скорости очень большие. Вопрос к вам. Какая самая высокая гора в мире? Можете, вот, крики с зала. Эверет, Джамалунг, да? Все так думают, да? Интересный ответ. Правильно, да. Все, ну, классически все думают, что это Джамалунгма, ну, или Эверест. Это, на самом деле, самая высокая точка Земли. Это, конечно, так. Но самая высокая гора, как кто-то там правильно крикнул, это Монкея. Это остров, входящий в состав Гавайских островов, самый последний остров. Его высота 4 километра над водой, но еще 6 под водой. В сумме высота этой горы, а это просто одна сплошная гора, это вулкан, 10 километров. Побил Эверест. В общем, это так вот, многие считают, что Эверест самая высокая гора. Но если мы берем в относительных высотах, то это, конечно, Монкея. Если в абсолютных высотах, вот, уровня Мирового океана, то это Эверест. Собственно, теперь поговорим про вот Гавайские острова, или почему, собственно, они есть. Сейчас мы поговорим с вами вот про плюмы и горячие точки. Тут вот есть смешной медведь, потому что вот эта вот льдина очень похожа на такое вот явление, которое называется плюм. Что же это такое? Если посмотреть на карту, которую я вам показывал, землетрясение и извержение. В принципе, большая часть всего укладывается в тектонику плит. Но самый большой камень преткновения теории тектонико-катастроферных плит – это вот эти вот горячие точки. Аномальные точки, которые не вписываются в общую концепцию. Посреди плит. Называется так же, что внутреплитный магматизм. То есть у нас есть плита, а внутри плиты почему-то магматизм. Хотя вроде бы тектоника плит говорит, что извержение и, в принципе, магматизм происходит только на границах. И это было очень долго камень преткновения, и все говорили, что ваша теория не верна, потому что она не объясняет вот этого. Поэтому правильнее говорить о современности не теории тектоники плит, а теории тектонико-катастроферных плит и гипотезы плюмов. Они вот вместе в тандеме. Они не противоречат друг другу, они друг друга дополняют. Собственно, все, что известно, если просто, то это плюм или горячая точка. Кто-то разделяет эти термины, кто-то нет. Разные терминологии по-разному. Мы будем разделять в смысле плюм – это что-то масштабное и большое, а горячая точка – что-то более маленькое. Это локальный восходящий тепловой поток. Просто из глубин Земли, с разных глубин, кто-то считает, что вообще от границы ядро мантия, вверх идет локальный тепловой источник. Просто локальное тепло. Вот вверх идет, строго вверх. И проявляется на поверхности в виде островов, в виде каких-то супервулканов, магматических провинций. По-разному себя проявляет. Собственно, вот они, эти горячие точки на мировой карте. Из известных – это Гавайи. То есть вот она, Тихоокеанская плита. Вот так вот она идет. И просто посреди нее есть императорский хребет и Гавайские острова. Вот так вот. Единая цепочка вулканических, вулканов. Интересно, что вот, если посмотреть их возраста, они строго будут идти по порядку. Эти самые древние, эти самые молодые. И вот таких вот, видите, горячих точек на Земле очень много. Еще из всем известных будут Азорские острова. Горячая точка Азора. Там находится остров Тенриф. Может быть, там часто, ну, в общем, такое курортное место считается. Исландию тоже все знают. Ну, наверняка, я надеюсь, все знают. Вот есть остров Исландия. Тоже очень интересное место. Потому что это самое большое, ну, и многие считают, что единственное, на самом деле нет. Это практически единственное место, где вон тот самый середина океанических хребет, про который мы говорили, да, который проходит через весь океан, выходит на поверхность. И его, соответственно, можно изучать на поверхность. Очень интересное место. Вот так этих горячих точек очень много. Это ныне действующие. В истории потухших таких горячих точек очень много. Ну, а там вот, где вот горячий крурочек, там это ныне действующие. Собственно, про Гавайи. Вот тут вот не очень видно. Вот тут, наверное, получше видно. Идут возраста, собственно. Вот этих вот вулканических островов, самые древние, 83 миллиона лет, если не ошибаюсь, 81. Вот самый древний остров. Точнее, это уже не остров, это уже подводная гора. То есть, поскольку образовалась гора 82, наверное, да? 82 миллиона лет назад. Больше 82. Она водой постепенно стачивается, стачивается, стачивается. Она уже давно под водой. Это подводная гора. Как и почти все в императорском хребте и в гавайском хребте. И вот они прямо идут чётенько по возрасту, друг за другом. Соответственно, благодаря этому, благодаря именно таким горячим точкам, можно реконструировать движение плиты. По ней понятно, что вот эта евразийская плита, как она двигалась. Да, вот как Тихоокеанская плита двигалась. Поточечно просто перемещать назад, и мы можем понять траекторию движения. Собственно, вот они. То есть, вот здесь вот вулкан извергается, плита сдвигается, вулкан опять извергается, плита сдвигается. Таким образом у нас получается цепочка островов. Собственно, ещё парочку таких же примеров, когда есть вот горячая точка, и вот за ней есть чёткий след по извержениям, по вулканам. Таких примеров много. Второй вид проявления. Вот можно такими цепочками проявляться плюм, а можно быть супервулканами. Такими самыми глобальными извержениями. Все слышали про Йеллоустон. Говорят, вот, он произойдёт извержение, конец света, всё прочее. Часто говорят об этом в новостях. Люди очень любят раздуть из мухи слона. Соответственно, да, Йеллоустон является супервулканом. Под ним есть плюм. Ну, или горячая точка. Вопрос масштабов. Вот, так же, как она двигалась постепенно. Да, там сейчас эта горячая точка активна. Там происходит активное нагнетание магмы. И всё сопутствующее этому. Вот, такие супервизвержения супервулканов происходили в истории достаточно часто. Подобные из последних. Это вулкан Тоба в Индонезии. Если не ошибаюсь, по-моему, он был последним. По-моему, в районе 12 тысяч лет назад он извергался что-то такое. Соответственно, вот Исландия тоже красивая. Там тоже много извержений вулканов происходит. Вот, что происходит рядом с такими точками горячими. Гейзеры. Там же всё горячо. Температура там очень высокая. В принципе, Исландия – это центр геотермальной энергии. Там люди просто закачивают на большие глубины воду. Она там нагревается, скипает и выходит наверх. Благодаря этому турбину и всё прочее. Это такая чистая энергия считается. Вот, там происходят гейзеры. Там всевозможный вторичный вулканизм. Там красивые места, где выходит чистая сера. Вот. Соответственно, как же это выглядит? В Исландии вот такие вот гигантские трещины отрыва. Трещины излияния. Вот так вот выглядит извержение. Вон там вот. Это вот исландские. Вот такие длиннющие просто. Это всё Исландия. Просто красивые картинки. А Камчатка – это тоже дуга? Нет, Камчатка – это зона субдукции. Это островная дуга. Думаю, об этом опору сказать. Но можно сейчас, в принципе, в основном, говорить про вулканы. Когда одна плита погружается под другую, очевидно, что плита плавятся. Но первоначально они плавятся в верхний осадочный слой, где много водички. Да, ну, то есть, прям плита одна по другой погружается. И вот этот осадочек, который есть сверху на плите, в нём очень много воды. Вода, понятное дело, быстро вскипает. И выходит в так называемое надкритическое состояние. И образуется такая сложная вещь, как флюид. Никто не понимает, что такое флюид до сих пор. Учёные спорят, как правильно дать определение слова флюид. Каждый раз понимает это как что-то по-своему. Глобально это вещество в надкритическом состоянии. Это какие-то летучие компоненты. И у них есть важные свойства. Они понижают температуру плавления пород. То есть, условно, если обычно порода плавится, возьмём цифру, 800 градусов. Так, из головы взял. В среднем континентальный король равен 1000-1200 градусов. У магмы, то есть, на границе земной коры, температура, предположим, ниже, в районе 1000 градусов. Когда там появляется флюид, он понижает температуру плавления. И порода плавится уже не при 1200 градусах, а, например, при 800. Соответственно, а у нас температура 1000. У нас сразу всё начинает плавиться. Так? Совсем непонятно объяснил, да? В общем, флюид... Понятно, почему только это происходит. Это сложный процесс, мы сейчас не будем в это вникать. Но вот флюид есть такое свойство. Он понижает температуру плавления. Обычно всё плавится при 1200, с ним при 800, а температура у нас 1000. Всё начинает плавиться, образуются вулканы. Поэтому над зонами субдукций у нас чуть-чуть в стороне, в зависимости от того, под каким углом плита погружается, у нас будут вулканические острова. Собственно, вон то самое Тихоокеанское кольцо, которое показывает. Это всё японские острова, Марианские острова, много разных есть. Это всё вулканические островные дуги, в том числе и Камчатка. Это просто серия цепочек вулканов. И они все вот так вот, вся эта суша образовалась, просто из-за того, что там постоянное излияние вулканов. Ответил на вопрос про Камчатку. Хорошо. Собственно, это просто красивая картинка, это уникальное место на Земле, тоже в Исландии. Там произошло извержение вулкана. Обычно при извержении вулкана лава застывает, образуется пробка. А тут вот по определенным процессам, уникальным, лава ушла назад. И образовалась такая вот, там вот такие вот пещеры, там можно спуститься прямо в жерло вулкана, потому что лава оттуда ушла вниз. Собственно, последнее, о чём я скажу про вот эти вот плюмы, иногда благодаря ним образуются гигантские магматические провинции. Из-за очень активного излияния могут образоваться гигантские лавовые поля просто. Собственно, мы поговорим про два из них, которые имели максимальное влияние на историю развития жизни на Земле. Это вот сибирские трапы и это трапы Декан. Трапы – это фактически просто очень большие лавовые поля. Эта картиночка показывает вымирание в истории Земли. Да, сейчас вот так вот. Если посмотреть, вот тут вот, вот это миллионы лет, вот это масштабы. В миллионах лет самое масштабное, мы видим, произошло примерно 250 миллионов лет назад. Так называемое перм-триасовое вымирание. Динозавры не тогда умерли, динозавры умерли позже. После этого динозавры появились. Собственно, все считают, основная идея, сейчас господствующая, конечно, это был комплексный фактор, почему все вымерли. Вымерло практически всё. Более 90, ну, в районе 90% жизни на суше, в районе 70% жизни на земле, в воде, простите, вымерло. Почему это произошло? Изливались гигантские сибирские трапы. Вот карта России, мы с вами, вот Москва, вот это вот Западная Сибирь, Восточная Сибирь. Смотрите, какие масштабы. Тысячи километров. В высоту эти трапы, вот здесь вот очень известное место, называется Плато Путорана. Кто не смотрел фильм, может быть, кто смотрел фильм «Территория», где геологи проводят разведочные работы, они, правда, на самом деле, по фильму они проводят вот здесь вот, а снимал всё это на Плато Путорана. Вот эти колоссальные, красивейшие просто места, фантастические. Соответственно, высоту, вот эти вот магматические излияния, сейчас Плато Путорана, это 4 километра. Всё ещё произошло, это, соответственно, 200-250 миллионов лет назад. Наверняка что-то сверху ещё стёрлось, то есть, наверное, было выше 4 километров. То есть, представляем, тысячи километров в длину, там 4-8, а есть учёные, которые считают, что 12-16 километров в высоту, объёмы, ну, тяжело представить себе это в голове, это миллионы, миллионов кубических километров лавы. Соответственно, когда лава вытекает на поверхность, это тут вот, я приносил два слова, лава и магма. Лава отличается от магма, знаете, чем? В магме есть газовые компоненты. Когда магма уходит на поверхность, все газы уходят в атмосферу. И, условно, становятся лавой. Ну, так вот. На простом уровне. Соответственно, когда магма утекает на поверхность, все эти газы уходят вверх, пепел, газы, всё это в атмосферу, так называемая, начиналась так называемая ядерная зима. И, учитывая масштабы вот этого всего, эта ядерная зима, а это происходило не один год, не два, это там десятки тысяч лет происходило, и ведь миллионы лет. Вымерло, ну, собственно, и из-за этого, из-за этой ядерной зимы почти всё и вымирает. Атмосфера отравлена, и так как очень много всяких сероводородов, всего прочего, солнца нет, температура падает, начинается период, называется такой вот, сейчас новый термин, называется snowball earth. земля снежок, когда вся земля покрывается ледником. Вот, такие, такой, snowball earth. Вот, соответственно, земля снежок. Вот, некрасивые картинки вот этого платока Тарана. Да. Это, собственно, продукты извержения. Это вот пепел, грубо говоря. Платок Тарана. Удивительное место, очень красиво, просто красиво. Картинки вот тут лучше видно, тут темновато. Вот, просто очень красиво. Вот, это всё там. Собственно, второе, по масштабам, не берём вот эти древние, тут всё было сложно, вот это. Второе, очень важное, вот это, 65 миллионов лет назад, на границе, так называемого, мелполиогена. Тогда вымерли динозавры. Вот, то есть, вот динозавры вот тут существовали, а вот тут они вымерли. Все говорят, метеорит упал, всё прочее, Мексиканский залив. Также, как и в случае с сибирскими трапами, в это время происходило излияние очень крупных, так называемых, трапов, трапы декан в Индии. И они вот здесь вот прослеживаются, тут есть вот острова Рыньо, тут есть такие-то ещё тоже острова, около Мадагаскара, тут тоже вот следы вот этой вот излиянии трапов декан. Опять же, тоже очень масштабное излияние, очень много лавы, огромное количество газов и опять такое вот крупное вымирание. Один фактор, а ещё второй фактор в это же время, вместе с этим вымиранием, вот почему ещё динозавры умерли, потому что, конечно, меньше, чем сибирские трапы. Это потому что, отойдём от нашей темы, ещё один важный фактор, учёные считают, палеонтологи, что в это же время примерно появились покрытосеменные растения. Простите, голосеменные растения, я говорил, голосеменные растения, а динозавры не могли их переваривать. Их организм не приспособлен к питаниям. Они папоротники ели всё время, а тут появились голосеменные. Ну, в общем, они фактически просто им травились, им нечего было есть, голосеменные вытесняли, папоротники, ну, и таким образом они вот и выберли. Собственно, вот они, Тарапа Декан, красивые, просто красивые картинки. И последняя из магматических провинций, и последнее, что я скажу в лекции, это, соответственно, ещё ныне действующие, да, то есть, ну, говорить про прошлую интересно, но интересно ещё поговорить о нынешней крупных магматических провинциях. Это Африка, соответственно, вот это Сомалийский рог, вот Мадагаскар. Это называется Великий Африканский рифт. Вот вспоминаем рифт, процесс растяжения, да, здесь образуются такие вот озёра, вот огромное количество озёр, а вот тут вот действует горячая точка, называется она Афар. Вот тут активное излияние происходит, это, в принципе, горячая точка имеет колоссальное значение в геологии, если бы улыбляться, они очень сильно меняют всю тектонику, как раскалываются континенты, как это происходит, они влияют колоссально. Вот. А ещё вот тут есть всякие аномальные, то есть вулкан, например, который извергает чистую соду. Вот. Ну, так просто интересный факт. Вот. Соответственно, это пример современной действующей, кроме вот Исландии, Еллстон, вот ещё одна действующая ныне племофар. Собственно, спасибо за внимание. если есть какие-то вопросы, у нас, у нас, так как меня просили прочитать длинную лекцию, я ещё подготовил для вас маленький рассказ о том, как люди, как геологи работают в океане. вот я вот рассказываю. Ну, я думаю, просто разбить две темы, поскольку у нас... Ну, ладно, можем в конце. Если у кого-то есть сейчас очень важные вопросы, задайте, если нет, можем вот после второй части. Вопросов нет. Хорошо. Поможете включить? Как? Соответственно, вторая моя лекция будет, она будет коротенькая, скорее такая, чисто просветительская о том, как люди работают на научно-исследовательских судах. Пока включается презентация. Исследование... Вся работа происходила на судне, который называется Академик Мисталв Келдыш. Это был 71-й рейс в Атлантике в Северный. На самом деле, большинство людей, скорее всего, знает это судно. Кто смотрел фильм «Титаник»? Ну вот. В фильме «Титаник», если вы вспомните, в начале, в середине, в конце показывается судно русских контрабандистов. Ну или кто они там были? Куда приезжает бабушка рассказать свою историю, где, собственно, все это происходит. Помните это судно? Это оно. С него спускали те самые управляемые аппараты мир. На этом судне повсюду висят портреты, как все это происходило, как снимали фильм «Титаник», как там ходил Кэмерон. Он очень долго, много лет арендовал это судно. Вот, собственно, искал тот самый «Титаник», опускался сам лично вниз. Он с него опускался в Марианскую впадину, в «Челленджер». Вот, собственно, так и назвали. Это все происходило с этого судна. Вот тут вот была в фильме вертолетная площадка. Вот на этой части судна. Сейчас ее сняли. Вот. А если вы вспомните кадры, когда бабушка рассказывала свою историю там внутри судна, в помещении, это происходило в нашей лаборатории. Собственно, что же происходит на вот этих научно-исследовательских судах? Почему, чем они занимаются? В данном случае мы в рейсе ходили. Задачи перед научными командами бывают разные. Это всегда комплексные исследования. Мы в данном случае изучали современные осадки. В океане существует огромное количество живых организмов, в основном планктона. Ну, планктон организма. Когда эти организмы умирают, они осаждаются на дне океана, их скелет остается, да? Большая часть осадка происходит, накопление происходит на неглубоких частях до километра-полутра. Потому что ниже этой глубины большая часть скелетов растворяется в воде. Ну, это зависит от состава скелета. Но большинство вот такого вот мелкого однокличного планктонного организма скелеты растворяются. Поэтому... Но при этом остается тот небольшой процент организма, который очень интересен. И как ни трудно догадаться, весь вот этот планктон организм очень сильно, очень активно реагирует на изменения климата. Становится холоднее, они умирают, не появляются, становятся теплее, они активнее размножаются, и становятся все больше и больше. Соответственно, изучая вот этот вот осадочек на дне океана, можно сделать, изучить летопись, современную летопись изменений климата. Там тысячи лет. И тысячи лет. Это очень высокая изучающая способность. Ну, то есть там современцы, да, тысячи. Вот это проливерка времени очень тяжело изучают геологам. Вот. И мы, собственно, этим и занимались. Сейчас я немножко расскажу, как это происходило. Собственно, вот он этот рейс, 71-й рейс. Мы вышли из Калининграда, вот оттуда прошлись, и потом вот через всю Атлантику прошли, зашли в Лабрадорское море, вот сюда вот, а потом поднялись вот так вот резко пошли наверх, походили несколько раз туда-сюда, между Гренландией и Исландией, потом от Исландии до Фарерских островов, оттуда до Шотландских островов, оттуда шли наверх, все на север, через вот этот плато в Орингтон-Ассирии немножко походили еще по Баренцевому морю. Я, собственно, рассказываю свои собственные впечатления, я там сам работал, в этом рейсе. Это вот реальная съемка нашего, мы побывали в Шторме. Шторм был девятибалльный, и капитан даже ночью сам вскочил, когда мы упали, Шторм очень испугался, лично встал штурвал. Обычно корабль ведут его помощники, а тут он лично его вел. Это еще днем съемка была, поскольку солнце было, а самое страшное началось ночью. Вот, в какой-то момент у меня было, я был выбор идти по стене или по полу, разницы не было никакой. Вот, ну да, это так, просто из собственных переживаний. Чем же мы там занимались? Соответственно, в первую очередь надо достать со дна океана вот тот самый осадочек, про который я говорил. Лучше, наверное, смотреть вот тут, тут вот это виднее. Это называется, вот это вот, называется труба большого диаметра, мы вот так вот ее скидывали вниз, тут вот видно, она втыкалась, просто под собственным весом, на скорости, она втыкалась в дно, идеально соблюдая вот эту всю слоистость, которая есть, то есть вот по осадочкам, по миллиметрам, как все это внутри есть, все это сохраняется, поднимается наверх, труба раскрывается, и все это тут достается. Достаточно просто и незатейливо. Вот, ну надо понимать, что в некоторых местах у нас глубина доходила там до 4-5 километров, а в принципе эту трубу и там и на 6, и на 7 километров кидают. То есть глубина очень большая. В принципе, вот опускание трубы вниз на 4 километров занимает примерно 40-50 минут. То есть мы вот 40-50 минут просто отпускаем лебедку, и эта труба падает вниз. Долго. Вот, а мы еще привязывали к этим трубам разные наши бытовые утвари, и очень смешно соминались. Очень, когда вот снимали фильм «Титаник», с Келдыша продавали маленькие сувениры, такие-то маленькие сжатые стаканчики. Это брали обычные стаканы, ну, самые обычные одноразовые стаканчики, на них что-нибудь интересовали, и прикрепляли к погружаемому, управляемому аппарату мир. А на глубине, на большом все это сжималось, получалось очень смешное вот это вот искажение, рисуночка, и получалось такие маленькие бумажные стаканчики. Продавали что-то по 40 долларов, по 30 долларов, что-то такое, как сувенир с «Титаника». Да, ну, то есть, их погружали там же, где утонул «Титаник». Мы делали так же, но мы не продавали, мы себе делали. Вот, а металлическая кружка очень смешно сжалась в шестигранник. Вот, соответственно, вот это вот один из приборов, труба большего диаметра, второй прибор – это вот дно-черпатель. Название вполне говорящее, просто кидается с судна вот такая штука, ковш раскрытый, он падает на дно, там срабатывает рычажок, он захватывает, ты его поднимаешь, и получаешь просто какой-то смешанный материал с поверхности. Это в основном, нужно его сначала кинуть вот это дно-черпатель, чтобы понять, или нету ли на дне крупных камней. Потому что, если есть крупные булыжники, и труба большого диаметра на него упадет, на этот булыжник, она просто погнется. Вот эта вот гигантская труба, она 8 метров в длину, да, это 8 метровая, она может просто погнуться под собственным весом, под вот эту скорость, на которую она падает. Вот. И еще, соответственно, что же мы делали потом с этой трубой большого диаметра? Мы ее разрезали, доставали, разрезали пополам, и потом начиналось самое интересное. Мы отбирали образцы на всякие экспресс-анализы, определяли огромное количество параметров, которые важно определить вот прямо на свежем осадке, пока он не окислился, пока он не позвонодействовался, воздух, у него не попал воздух, там брать анализы на составляющие различных газов, на все что угодно. В принципе, отбор образцов это очень длительный процесс, а после того, как мы вот одну половину отобрали на разные анализы, вторую половину мы начинаем резать по одному миллиметру. Вот эти вот все там 6-5-6 метров, которые мы вытаскиваем, мы начинаем резать по одному миллиметру, укладываясь в каждый в отдельный пакетик. Вот. А потом этот каждый пакетик, каждый миллиметр будет очень подробно изучаться в лаборатории в Москве уже. Почему важно вот это? Мы сейчас очень важно соблюдать чистоту, практически, ну, сложно сказать, стерильную, потому что мы работаем, в принципе, с такой грязючкой глиной. Вот. Ну, достаточно, мы там, нельзя использовать грязную воду и все прочее, потому что очень важно как можно более чистым и не... с чистым вот этот осадок довести до Москвы, не принеся в него ничего нового изования. Вот. Вот это, соответственно, ТБД, вот эта труба большого дианета. Отночерпатель мы просто через ситочки просеиваем и смотрим, сколько у нас каждого, каждой фракции, так называемая, сколько у нас в процентах или в граммах, там, частичек от одного миллиметра, там, от 0,0 одного миллиметра до 1,10 миллиметра, сколько от 1,10 миллиметра, до 0,5 миллиметра и так далее. Вот по каждому так вот делению, да, вот через ситочки, через систему сит просеиваем и смотрим. Тоже важная информация. Потом вот такие делаются фотографии, вот каждой фракции, вот сколько ее было, все это фотографируем, все это документируем, работы очень много. А вот с трубой большого диаметра делаем такие вот колоночки, вот они тут. Вот тут, соответственно, очень интересно, это вот эта вот штука. Этот булыжник находится на 3 метрах. Он находился в глубине фасадки на 3 метрах. И мы до сих пор очень удивились, когда увидели, потому что удача колоссальная из-за того, что труба попала, ну вот видите, как он прям практически впритык вошел. И вот тут есть еще один такой же, но поменьше. И вот труба ровно упала на него, не ударишь, не сломавшись. Мы считали, что нам очень повезло, потому что у нас была только одна запасная труба. Вот. И прям очень радовались этому. Еще и булыжник такой достали. Это, кстати, говорит о каких-то крупных оледенениях. Такие-то булыжники посреди глинистого материала, а глинистый материал это значит глубинный материал. Значит, там были большие глубины, там не было, не могло принестись это из континента. Это значит, что там прошел крупный ледник, и это из ледника упало. Ледник прошел где-то по континенту, забрал с собой этот булыжник, нес, 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 а в этой точке он, видимо, подтаял и уронил этот булыжник. Вот. И третий прибор называется мультикор, ай, опечатка. Мультикорор. Вот это ра лишняя. Не убрал. Вот. Это такой прибор, который собирает верхние осадочки. То есть, та труба, она собирает там 5-6 метров. Но у той трубы проблема в том, что особенность техники, техническая особенность, верхние там 40-50 сантиметров, к сожалению, в ней не сохраняется вот эта слоистость. То есть, все остальные там 5-6 метров все хорошо, а вот верхние несколько сантиметров не сохраняется. Для этого специальный прибор называется мультикорор. Ой. Так, случайно. Мультикорор. Это такие 4 трубочки. Тоже по собственным версиям. Вот грузила. Просто опускается вниз. Она падает туда. Втыкается в дно. Вот тут вот эти клапаны срабатывают. Закрывает ее. Сейчас мы подробно посмотрим. Соответственно, вот ее выводят. Опускают на дно. Наверное, вам лучше, не знаю, где-то темно слишком. Вот. Они эти лапки такого плука срабатывают, захлопывают, поднимаются наверх. И тут даже работают гидрохимики. Они берут вот эту воду и изучают воду на дне океана. Тоже очень важно, поскольку вода, состав воды может колоссально отличаться в разных слоях. Там различные течения. С нами работали гидрологи. Они, у них специальный прибор, они вообще воду изучают досконально. и она очень сильно отличается. Различия могут быть в 2-3 метра, а вода уже колоссально меняет свой состав. В общем, а потом это то же самое. Берем на экспресс-анализы, делаем такие вот колоночки, срезаем это все и также обрабатываем. Собственно, экспресс-анализы мы делали много. Ну, тут они проведены. Это еще одно видео во время слабого шторма. Потом был сильнее. Делаем различные анализы, изучаем его, все это документируем, все это имеет смысл. То есть, потом люди, которые... Практически у каждого метода есть свой специалист, который занимается именно этим методом. И все эти анализы уходят в разные лаборатории, в разные институты, иногда даже в разные страны. То есть, в принципе, и в сумме мы отобрали вот 4 тысячи образцов за всю нашу рейс. В принципе, на одну вот такую трубу, которую мы делали, трубу большого диаметра, ее обрабатывать группой ученых в районе года. Мы сделали 6 или 8 таких труб. Вот, а рейсы еще по 5-6 рейсов в год проходят. Представляете, объем работы. В принципе, материал очень много. Это самая большая проблема. Материал очень много, и обрабатывать все не успевают. В общем, вот эти экспресс-анализы, мы меряем магнитную восприимчивость, влажность, PH, все прочее. Мы смотрим с помощью различных приборов и досконально изучаем цвет прибора, с помощью специального прибора, смотрим под микроскопом. Вот это формифера, это такие микроорганизмы, те самые микроорганизмы. Вот так вот выглядят их скелеты. Вот они, маленькие, такие ракушки. Это под увеличением вот собственно просто разные способы визуализации всех этих материалов. Вот тот самый Боложник, про который я вам говорил. То есть, мы с той картинкой в итоге делаем вот такую. По 5, по 5 сантиметров или иногда по 2 сантиметра каждый замер, каждый анализ, вот все вот такие вот подробные, с максимальной подробностью. Вот. И мы еще изучаем рельеф дна океана. Тоже очень важно. Потому что как собственно делать все современные карты, рельефы дна, это спутники. Очень сложный процесс по изменению там один из самых основных это изменение траектории движения спутника определяет силу гравитации в каждой точке. Там можно сейчас рассказывать, расписывать, но идея в том, что в основном рельеф океана определяется с помощью спутников. Вот. Но у него погрешенность достаточно большая. Вот. Ну, на каких-то общих, на общем он достаточно, но если нужно подробно изучать, то используют так называемые холоты. Это та же самая волна, как и мы говорили, когда про строение земли пускается, она отражается одна и возвращается назад. В принципе, в геологии методы изучения дистанционные, они такие же, как в медицине. Это фактически то же самое УЗИ. Вот. Отличие только в том, что почему, кстати, возвращаясь, почему землю тяжело изучать? Потому что мы землю можем смотреть только с одной стороны. Человек на анализе, на УЗИ можно посмотреть с любой стороны. Крутить, вертеть его с этой стороны и с этой, неважно. А мы землю можем изучать только с одной стороны. Мы все видим однобоко. Мы не можем посвятить сбоку, с обратной стороны. Не получится. Это очень сильно усложняет процесс. В итоге получаются такие подробнейшие картинки. Вот это вот рельеф это вот через всю Атлантику. Это от Гореландии до Британских островов. Подробненько. Собственно, с этой лекции спасибо за внимание. Это вот наша команда. Хотел тут только еще добавить собственно заключительное слово про геологию. То, что я только что начал говорить. Так как я заранее говорил, почему собственно землю тяжело изучать, почему мы про землю знаем меньше, чем про космос. Собственно, это вот да. Первый фактор я только что сказал. Из того, что мы с земли можем смотреть только с одной стороны. Вторая проблема в геологии в том, что мы можем смотреть, мы изучаем процесс, мы все процессы изучаем в данный конкретный момент. Очень тяжело изучать историю. Как это было до этого. Это собственно идет так, как все процессы в геологии. Ну, абсолютное большинство, особенно вот такие глубинные процессы. Они протекают миллионы лет, иногда и миллиарды лет. То есть в земле четыре с половиной миллиарда. Вот наш диапазон изучения. Время колоссальное изучить. Что же там было, это вот чистые догадки и гипотезы. Мы не можем, еще одна проблема, что мы не можем почувствовать материал руками. Самая глубокая скважина, кто-нибудь когда-нибудь знает, сколько самая максимальная глубина, вот сколько пробурили вглубь земли. 12 километров, Кольска, сверхглубокая скважина. Вспоминаем радио земли, 6371 километров в среднем. Ну, что такое 12 километров, когда 6 тысяч километров, почти 7 тысяч километров земля. Ну, вообще неощутимая. Учитывая, что земная кора в том месте, где бурили, в районе 40-50 километров. Там очень мощная кора. И это был один единственный уникальный случай. Это, возможно, было только при Советском Союзе, когда вот такие колоссальные... Это стоит безумных денег. Сложно представить, сколько это стоит. Вы пробуете скважину. Это вот чистая наука. Это не имело никакого практического значения прикладного. Да и данных она дала очень мало. Самое парадоксальное. И, собственно, вот, кстати, вспоминая ту самую вот те методы волновые, когда каждый слой можно выделить в земле. Там есть своя погрешность. Вот те данные, которые были получены с помощью, что-то называется, геофизика, и те данные, которые были получены при Буре, они вообще не сопоставляются. Данные были получены разными. В общем, к чему я это? Землю изучать очень сложно. Пощупать мы не можем. Покрутить мы не можем. Во времени изучить не можем. Все, что было в прошлом, мы можем провести только аналогию с тем, что есть сейчас. А кто сказал, что это было на самом деле так? Мы можем только допустить, это именно допущение, что большая часть процессов, протекающих тогда, были похожи на процессы, протекающие сейчас. Либо, учитывая какие-то наши представления о устройстве мира, мы можем сказать, как мог измениться процесс. Что-то можем делать. Но это все равно, в любом случае, только допущение. Собственно, поэтому Землю изучают так сложно, и поэтому так мы у нее мало знаем. Многие ученые, такие скептические физики, любят говорить, что геология вообще в этом смысле гуманитарная наука. Много кто говорит, да, это на самом деле, такое правда есть мнение, но у нас есть преподаватель, который закончил физфак, он геолога практически не знает, он ведет особенный предмет на стыке. Он, собственно, говорит, что геология в этом смысле гуманитарная наука, которая имеет колоссальный потенциал для естества научной, но пока гуманитарная, слишком мало внеточного чего-то. Собственно, это к тому, почему геологию так сложно изучать, и почему так много вопросов. На самом деле, мы можем быть уверены только в том, что на поверхности, и то, как это образовалось, мы в этом не уверены. Мы можем лишь допускать. В общем, спасибо за внимание, надеюсь, вам было интересно. Ну вот теперь задавайте вопросы все эти, которые... Да. Вы сказали, что... На слайде было покажено, что когда океаническое наползает на континентальный, нет процесса погружения континентальный и подокеанический. Есть особенный процесс, когда происходит наползание океаническое на континентальный. Это важный нюанс. То есть при этом процессе континент не тонет. Это просто в особых местах может произойти маленькое расстояние, когда континентальная кора именно океанически наползала на континентальную, надломилась и начала дальше погружаться. Такие структуры называются афиолиты, они есть, они встречаются на Земле. У них есть разные механизмы образования, такое бывает. Но именно погружения континента под океан нет, не бывает. Что происходит там, где континент перекрывает средненно-океанических регаций? Континент не может, в смысле перекрывает? Вы имеете в виду, когда океаническая кора тонет под континентом? Или что вы имеете в виду? То есть на северо-востоке Тихого океана восточно-тихоокеанское поднятие перекрытие субдуцировано под североамериканский континент? Да, там есть такое. Там только оно не субдуцировано, да, там есть места на Земле. Я не очень понял, что вы спрашиваете, поэтому скажу два варианта, как я вас мог понять. В одном случае есть места, где средненно-океанический хребет уходит на континент. Все из-за места знают, это разлом Сан-Андрес. Это в Калифорнии. Там средненно-океанический хребет уходит на континент и продолжается на континенте. Там происходит растяжение. Есть места, где средненно-океанический хребет, то есть зона спрейдинга, погружается под континент. Такие места есть, когда скорость субдукции, то есть скорость погружения, больше скорости нарастания. Тогда логично, что хребет постепенно двигается к границе и в какой-то момент уходит под. Что там происходит? Там происходят очень особенные вещи, а глобально там не происходит ничего. То есть это происходит, если посмотреть на вулканические полщики островов, они просто в какой-то момент прорываются. Потому что какое-то время там просто отрывается эта часть, которого, то есть вот хребет, он погрузился под континент. И там, где был этот хребет, там происходит просто отрыв, разрыв, и он сразу же погружается. И здесь не происходит практически образование вулканов. Либо же там может произойти то, что, меня спрашивали молодой человек до этого, там может произойти по хребету отрыв, еще до того, как произвелся под континент. И в этот момент просто из такого движения океан фактически шлепнется на континент, немножко по нему просто скользит, и дальше начинает тонуть. Я ответил на ваш вопрос? Я попытался ответить на ваш вопрос, надеюсь, вы получили то, что... Я ответил на ваш вопрос, надеюсь, в общем. Еще вопрос? Я ответил на ваш вопрос. Да. А почему нельзя изучать Землю с двух сторон? Разве не может? Круги ученых, одни сверху, вторые снизу, пустили волну, внешние поймали? Собственно, проблема в том, что чем больше масштабы изучаемой структуры, тем ниже точность. Потому что... Ну, это очень легко объясняется на уровне физики. Чем волна постепенно в Земле гаснет, ее энергетические составляющие понижаются. И чтобы волна прошла через всю Землю, у нее должна быть очень большая амплитуда. Вот. То есть очень должна быть большая длина волны. Соответственно, чем больше длина волны, чем больше амплитуда, вот эти два параметра, тем более крупные объекты замечаются, более мелкие уже не замечаются. Поэтому да, так можно просветить, но вот это вы получите картинку на уровне ядро мантии и все. А что там внутри, вы не поймете. То есть чем больше масштаб, тем хуже разочарающая способность. Самый большой камень преткновения всей геофизики. Еще вопросы? Подскажите, пожалуйста. Вот у нас оба ядра мантии очень горячие. Откуда берется вся энергия для этого дела? Тоже хороший вопрос. Есть, в принципе, у всей энергии Земли, есть несколько составляющих. Одна составляющая, это реликтовая. То есть то, что во время образования Земли та энергия, которая была, она вот, это та энергия, она постепенно уходит. Поэтому Земля как бы постепенно остывает. Еще одна составляющая энергетическая, это радиоактивный распад. В Земле очень много различных изотопов. В мантии, в ядре, везде. В коре. И, естественно, при радиоактивном распаде выделяется энергия. Это не очень большая составляющая, но она тоже есть. Еще одна составляющая, это дифференциация. Это, в принципе, конвекция. Дифференциация, это то, что горячая, легкая, что поднимается наверх, холодная, опускается вниз. Этот процесс тоже так или иначе имеет свою энергетическую составляющую в общем вот этом тепловом балансе Земли. Но глобально Земля как бы постепенно остывает. Так, по крайней мере, считается. А что произойдет, когда она стынет? Она стынет. Тектоника остановится. Ну, это произойдет очень нескоро. Через многие миллионы лет, миллиарды лет, сложно оценить. В общем, произойдет это нескоро. Но, предположительно, тогда тектоника на Земле... В принципе, вся вот тектоника, геодинамика на Земле останавливается. В принципе, в нашей Солнечной системе есть планета, где когда-то была тектоника, но ее сейчас нет. Это тот же, если я не ошибаюсь, на Марсе. Она когда-то была, и там есть свидетельства этого, какие-то намерки на тектонику плит, но она сейчас не происходит. Где-то еще были. То ли на Венере, то ли на Меркурии. Где-то тоже какие-то есть следы. Ну, просто остановятся процессы. Глобально для Земли, но на Земле, скорее всего, ничего не остановится. Потому что, когда застынет... Ну, скажем так, застынет. В общем, когда произойдут какие-то изменения в внешнем ядре, которые могут повлечь за собой исчезновение магнитного поля. Я об этом не рассказывал, но магнитное поле защищает нас от солнечного ветра. А солнечный ветер, это вот те самые соседние сияния, ну, фактически он все сдует. Прямо как бы сдует все с нашей планеты. Ну, и на планетной поверхности ничего не останется. Ну, как-то так. Да. Спасибо за вопрос. Прикрутил это, пожалуйста, что точность начальника Земли будет выливать. Да? Еще раз, простите. И прочность начальника Земли. И... Чуть начальника Земли, которая выливает, и тот, за расширяющийся землетворяющийся... Да, 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 да. Это связано с дегазацией Земли и всем прочим. Это да. Ну, у этой гипотезы есть свои приверженцы, но она очень спорна. Я могу сказать вам только... Я подробно с этой гипотезой не сталкивался. Могу сказать поверхность, что этот ученый, который однозначно многого достиг, он... У него было свойство объяснять дегазацию Земли абсолютно все процессы на Земле. Абсолютно все он объяснял с помощью этого. Вот. Я, честно скажу, вам никогда не интересовалась эта идея, поскольку она... Ну, она спорна. Она здесь очень дискуссионная. Вот. Подробно по ней рассказать не могу. Честно скажу. Но я знаю, что у нее есть свои приверженцы, но их не очень много. Она... Ее не преподают в университете. Да. А вон еще один вопрос. Что еще, простите? Труба большого диаметра, забрали. Уже была. А, труба большого диаметра, да. Вот. Вы можете сказать, что она... Она под собственным весом, да, у нее там сверху грузик, она тяжеленная. Она просто в свободном падении падает вниз и по собственным весам втыкается в мягкие осадки. А, ну, то есть, там у нас все же мягкие осадки, что... Можете микрофон чуть-чуть отодвинуть? Плохо вас слышу. Чуть-чуть. Да, этого достаточно. Ну, то есть, это мягкие осадки. Это не камни, в том представлении, которое мы себе представляем. Это не гранит какой-нибудь. Это глина. Почему вы стали заниматься наукой? Вы надеетесь сделать какое-то отрытие? Или вам нравятся вот эти маленькие штучки изучать? Ну, вообще я вот этим не занимаюсь, это я так хотел бы. Вы не хотите, что именно геология такая? Это очень философский вопрос. Плазно, как форма? Ну, конечно, как ученый, как человек, занимающийся наукой, у меня есть такие мечты. Внести, конечно. Ну, в геологии очень много сфер еще непочатых, непознанных. Но я занимаюсь геодинамикой вот этими глубинными процессами, образованием различных структур, вследствие вот этих глубинных процессов. Большое спасибо, Григорий. Очень интересно. На сегодня у нас все. Приходите сейчас, смотрите на нас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.